Всем привет! Сегодня мы рассаживаем хоризонтему мультифлора. Смотрите, всю зиму она у нас стояла вот в таком положении. Вот этот весь сухостой, который в прошлом году я показывала цветущим, мы не трогали. Всю зиму она вот так стояла, снизу немножечко прикопана землей, окучена. И вот пошла новая поросль. Сейчас весь этот куст я выкопаю и покажу, что делаем дальше. Ну что, куст выкопала. И вот смотрите, это был один кустик, один шарик. Мы убираем старые ветки. Вот так вот их обламываем. И разделяем новую поросль. Вот прям по одному росточку. Берем и отрываем. Мне не очень удобно левой рукой, но правая занята съемками. И вот так делим на вот такие росточки. Вот. Они будут поменьше, побольше. Абсолютно разные. И вот таким образом разделяем куст. Старые убираем. А эти вот так отделяем по одной штучке. Это может быть покажется нереальным, но из каждого такого росточка осенью вырастет огромный шар. Вот таким образом разделяется весь куст. Вы понимаете, да, что с одного куста вы можете получить очень много новых растений. Вот. Я беру вот такие череночки с корешками и сажаю вот так рядочком. Между ними расстояние оставляю около 50 сантиметров, потому что когда это будут шарики, они не должны друг другу мешать. Вот сегодня я весь этот участок буду сажать вот такие хризантемки. Прищипывать их не нужно, стричь их не нужно, ничего с ними делать больше не нужно. Поливайте, удобряйте, и к осени у вас будут огромные шарики. Вот смотрите, из одного куста у меня получилось 18 вот таких крупных веточек. с корешками и 7 штук вот такой мелочи. Итого 25 штучек с одного куста. То есть это 25 шариков к осени. Вот такие тоже станут шариками. Они тоже свое наберут. Возможно, шарики будут немножко меньше, но не факт. Если будете хорошо поливать, хорошо удобрять, то вы не заметите разницу между вот таким черенком и вот таким черенком. Если черенок у вас без корней, его тоже можно сажать. Если вы боитесь, что он у вас не укоренится, посадите его в стаканчик, поставьте в тепличку, накройте пакетом или банкой. Пускай он даст корни у вас в стакане. Потом из стакана вы его просто перевалите в открытый грунт. У нас прошел небольшой дождик, но земля сухая. Значит, как сажаем? Берем, ничего сложного, выкапываем ямку по размеру нашего череночка. Можно на дно ямки насыпать песка. Ну, это если у вас пять или десять черенков. Я не стала заморачиваться, я просто делаю ямки, беру черенок, сажаю его, закапываю и хорошенько поливаю, потому что земля, повторюсь, у нас сухая абсолютно. И все. И таким образом каждый день я буду их поливать, потому что первое время им нужно укорениться, у них должна быть влажная земля. потом полив по мере подсыхания. Все, и вот так они будут у меня расти. Вот этот лежит, он обязательно встанет, я его полила, но пока лег. Вот весь этот ряд и будем продолжать дальше. Продолжение следует...